М4У М4У Стык, выступающий вперед 234 158 сверху, но с приведенки 237 Теперь, что касается вот этой вот полосочки То есть основание башни, там где она поворачивается 234 Что касается башни, башня здесь Из двух частей, то есть есть сама башня Которая не сильно бронированная Но есть офигенный сверху Вот такой вот Поясок, да, то есть будем говорить Экран тупо стальной, явно не от фугасов Потому что броня у него 267 мм Это просто обалденная броня Что касается верха Вот сверху здесь немножечко такая маленькая беда Но она не сильно большая, это маленькая беда 98 мм Это очень-очень большая беда Но сама беда очень маленькая, вот такая вот Поэтому выцелить тоже удовольствие То еще, особенно если вы низ прячете Выцеливать практически нечего Вот здесь вот 98, а основание Комбашни имеет 250 И вот эта вот штука Выступающая, да, вот это вот Треугольная Она тоже имеет 250 Башня сама 80 мм Которая вот здесь вот дальше, да Вот в этой вот части Но, ребят, в прямой проекции 230 мм приведенки Поэтому с морды Танк, если вы прикроете свой вот так вот низ Единственное, куда попытаются вышибать Это вот сюда Есть еще мягкое место Но условно мягкое Вот здесь вот брони Вот здесь конкретно, видите, в этом выступе Получается 112 мм Вот так приведен к 270 Но если вы будете доворачиваться Вот это сразу становится серым Однозначно Потому что 112 мм на 8 левеле Это не броня Согласитесь Что касается бортов Есть вот здесь крепкость И есть крепкость в начале вот этого вот Пояска вокруг башни В конце же и дальше Все немножко похуже Вот здесь 210 А уже дальше вот к концу башни Начинается 200 Ой, простите 120 вот здесь И 120 вот здесь Короче говоря, вот так вот Серым начинает становиться По 82 имеет вот эта часть Треугольник Задняя часть Филеечка ее назовем И вот здесь вот за гуслями 82 Поэтому как бы пробивать сюда Ну, будут очень легко Что же касается кормы Так это вообще в принципе Такое, знаете, магнит для фугасов Потому что 52 мм Что в башне Что снизу А вот здесь сверху Там где двигатель расположен Здесь вообще 25 Поэтому если вы где-нибудь В какой-нибудь низине будете Сверху вот сюда фугас Будут вам кидать Просто таки с неимоверной радостью Ну и теша с тем Что скорее всего Будут вышибать вам двигатель Но в целом, ребят В прямой проекции Танчик, я думаю Будет имбовым Особенно в рандомных боях И особенно сейчас Когда его получат там Ну, не сильно большое количество Игроков Ну, а игроки Которые его не имеют Не будут знать Что с этой машиной В первое время делать Чем он мне еще Очень сильно понравился Помимо вот такой Прямой проекции По броне Это стрельба Стрельба у него Довольно таки неплохая Смотрите 2100 единиц ДПМ Это не Как бы там Да Мега что-то огромное Я не любитель Ребят Кто знает Цикличных барабанов Не люблю я их Не нравятся они мне Но вот этот Меня честно говоря Заинтересовал Потому что имеет он В себе 4 снаряда Вылетают они По 7 секунд Каждый И дают По 310 урона С довольно неплохим Пробитием В 218 Не имба Но согласитесь Нормально Если будет не хватать Подкалиберная Вам в помощь И однозначно Однозначно Вы найдете Кого и куда пробить Даже против девяток Углы склонения Минус 8 Я честно говоря Был удивлен Потому что думал Что будет где-то Минус 6 С учетом его Общей брони Башни Этот танк Просто таки Просился к тому Чтобы ни в коем случае Не дать нормальной Возможности Отыгрывать от башни Где-нибудь на неровностях На каких-то склонах Но ребят Наделили Минус 8 Не минус 6 Я был безумно Этому удивлен Поэтому ребят Скажу честно Вот лобовая броня И качество орудия По крайней мере По цифрам Вот меня Очень сильно Удивили Впечатлили Ну и прям Я бы не сказал Что завораживают Но вызывают желание Данную машинку В будущем Когда-нибудь Заиметь Что касается Других характеристик Время сведения Скудноватое И разброс на 100 метров Но ребят Давайте будем Говорить откровенно Если бы ему Еще и насыпали Обалденное время Сведения С суперским Разбросом на 100 метров Эту машину бы Все отыгрывали Мало того Что где-то от неровностей Так еще и на дальниках А на дальнике Данную машину В лобовой проекции В принципе Пробить было бы невозможно То есть это было бы Такое вот что-то Стоящее вдалеке Красного цвета Которое невозможно Выцелить Даже какими-то Супер точными орудиями Ну согласитесь На расстоянии Грубо говоря Там Ну я имею ввиду На игровом расстоянии В 170-200 метров Даже по засвету Там И по чьему-то Или по собственному засвету Выцелить ему Вот это вот Ну мало какой танчик Особенно проходной На это способен Да даже если способен Это скорее всего Какая-нибудь ЛТшка СТшка С очень точной пушкой Какой-нибудь немец Ну короче Вы понимаете К чему я клоню Что касается маневренности Явно машинка Не будет сильно подвижной Это сами цифры Говорят Потому что Вперед 40 макс А средняк 26 Ну короче говоря Понимаете Да к чему я говорю Говорю к тому Что машинка Явно не будет Прям совсем сильно бодрой И с учетом Тягового оружения Я почему-то так Ощущаю По цифрам Что скорее всего Под горочку Он будет ехать Вяленько Но ребят Все таки Эта машина Явно предназначена Для того чтобы Давить направление А не для того Чтобы прыгать по карте Поэтому скорее всего Отыгрываться эта машина Будет следующим образом Заняли какую-то там Линию Да вот Пошли по ней И в лучшем случае Если что-то не получается Либо додерживаете ее до конца Либо пытаетесь Сместиться куда-нибудь К центру карты Явно не будете вы В пределах боя Успевать Побывать на Обоих концах карты Мало тяжей В принципе это могут Ну а с такой Динамикой Что-то мне подсказывает Это мое Как бы просто предположение Что у вас Не будет получаться Прям переноситься С места на место Вполне спокойно Но кажется мне Одновременно с тем Что это не будет Для него проблемой Потому что танк Явно будет По крайней мере В первое время Неплохо продавливать Какое-то одно направление Теперь давайте Обсудим само предложение Само предложение С собой представляет Вот такую вот картинку Вы все его видели Я не буду останавливаться На том что здесь есть Это просто бессмысленная Трата вашего времени И вообще я не люблю Тех обзорчиков Которые там знаете Что вижу то пою Открыл магазин И начинаю просто обсуждать Вот смотрите Что сюда положили В каком количестве Сами можете увидеть Интернет у вас я думаю и есть Раз видео мое смотрите Итак ребят Давайте по предложению Не в разрезе того Что в нем есть Смотрите 10 тысяч голды За 5 контов Вероятность выпадения Танка 5 процентов Выпадание голды Я бы сказал Что приравнивается К выпадению танка Вот только В разрезе 100 голды Потому что дальше Идет на существенное Уменьшение Ну и допустим Там 10 косых Голды Получить 1 процент Вероятность И не сильно далеко Ушли 5 косых Голды Поэтому я думаю Приблизительно следующее Скорее всего Из контов Будет выпадать Весь вот этот вот Бустерный хлам Как я его называю Что же касается Йоха Смотрите Если вы купите себе 5 контов И он вам выпадет То будьте просто Ну а объективны Вы получаете Этого Простите Не Йоха М4Ю Или Y Вы получаете За 10 тысяч Голдухи 10 тысяч Голдухи И так дорого Для тяжелого танка Восьмого уровня Поэтому говорить о том Что даже 10 тысяч Объективная цена Нет Не объективная Может быть Если бы его просто Вот выставили на продажу И кто захотел Тот за десятку Его взял Окей Согласен Хорошо Новая машина в игре Ладно Договорились Нормальный ценник Потому что допустим Новые машины Когда появляются Чисто за голду Они стоят в районе 12 с половиной Голый танк Без ничего А 15 со всякого рода Там плюшками Да Там вот этими амуницией Этим господи Оборудкой Дополнительной Там камуфлежом И всей остальной дребедень Здесь же вы получаете За десятку танк Тогда окей Хорошо И на все остальное Не обращайте внимания Если выпадет голда Ну хоть как то Вам что то компенсирует А что же касается Второго предложения За 17 с половиной Я вообще не вижу смысла Потому что смотрите Если вы возьмете За 17 с половиной И даже танчик вам выпадет То получается Что вы Взяли машину За 17 с половиной Косых Восьмого уровня А это ценник За голую машину Десятого уровня Премиум Либо коллекционную Без всяких плюшек Без ничего Да Вот просто машина И танк И место в ангаре Под танк Что же касается Дальнейшего В дальнейшем Если вам еще раз Он выпадет То всего лишь 3 750 Компенсации Даже если Два раза выпадет То получается 7000 И вы таким образом Получили ту же самую машину Ну просто получили Больше вероятность Но получили машину Как бы за Пускай Там 10500 Но это Самый такой Оптимальный Лучший случай Я не думаю Что вам Из 10 контейнеров Прям В трех Из них Выпадет машина Но согласитесь Шансы очень маленькие Как правило По новым машинам Вероятность выпадения Прописана так Что далеко не все Игроки Которые покупают Конт Получат эту машину Ну по другому Просто Рандом будет заполонен Новой машиной Ажиотаж спадет А разработчикам Это явно не интересно Вот такое Вот мое мнение Было по поводу М4 Йоу Я бы очень сильно Себе хотел Данную машину Но к сожалению Не готов Разменивать Свою кровную Голду Ради Какого-то Призрачного Шанса Получить данную Машину Стояла бы она На продаже За десятку Однозначно Взял бы себе Ее в ангар Выкатал Показал вам Ну и сам Думаю Определенное время Радовался бы покупке На данный же момент Я к сожалению Отношусь к тем ребятам Которые не имеют Такой финансовой Возможности Задонатить И играть Как я это называю В русскую рулетку Потому что Когда вы сливаете Десять тысяч голды А в ответ Получаете бустеры Остается желание Только застрелиться Единственным патроном В барабане На данный момент У меня все Это было мое Субъективное Но честное мнение По поводу М4 Йоу Который можно получить Скорее всего В контейнере Ребят Подписывайтесь на канал По желтому шильдику В правом нижнем углу Ставьте колокольчики Не забывайте Приходить на стримы Я буду всем Вам безумно рад Ну и огромное благодарность Всем кто уже подписан На мой канал Это ваша помощь В продвижении Моего начинания Всех благ Всего хорошего Мира И спокойствия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова